Привет. Привет друзьям, подписчикам, зрителям и просто доброму человеку. Спасибо вам за подписку, но взамен постараюсь как можно чаще радовать вас новыми видео. Я не могу ответить на все комментарии, из-за праздников их очень много и я просто не успеваю. Стараюсь ответить только на вопросы по существу, которые могут оказать помощь при изготовлении того, в чем я могу положиться на свою практику и без сомнения не нанести вред советам. Кстати, я нисколько не против критики или наоборот. Даже с негативного комментария нужно не лекать смысл, если он, конечно, не состоит из пшелты или на. Но об этом позже, а пока к теме по теме. Видео, которое вы увидите, не относятся к моим трудам и больше обращено к вам или вашим познаниям в области слесарки. Ну, так мне показалось. В общем, кто-то это должен знать. Самому понять, что это за такой девайс, у меня не вышло. Но думаю, вы мне поможете. Короче так, по случаю попали в мне некоторые раритеты, и среди них и было это устройство. Покрутил, повертел, стало ясно. Сохрепилось оно зажимом к столу, но вот как оно работало совсем не ясно, так как путаница уносила рукоятки для вращения катка. От тяжком находящимся с тыльной стороны регулируется зазор между катками. Катки одинаковые в диаметре, но разные по назначению. У одного есть прямоугольный паз, а у второго такой же выступ, который с помощью рычажка и доводится в паз. Сразу я подумал, что это для прокатки тонкого листового металла с целью либо реза, либо гиба, либо еще чего. Но вот ручка не дает прокатывать лист, так как последний не дает возможности вращать ее. В общем, покрутил, повертел, я так и не понял его назначения. Поэтому будем надеяться, что кто-то из вас и прояснит мне функционал этого устройства. Ну а я желаю всем удачи, пишите комментарии и до следующего видео через день. Всем пока.